В период с 28 ноября по 4 декабря поисковике Яндекс более 66 тысяч раз искали информацию по словосочетанию, как сдаться в плен. Это очень хорошо, что растут такие запросы. На данный момент в плен ВСУ готовы сдаться более 4300 россиян, заявил представитель проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко. Я эту цифру не знаю, и поэтому не буду ставить ее под сомнение. Есть такая цифра, нет. Но что есть определенная движуха, это здорово, что появилась опция очень удобная. Можно сдаться в плен украинскому коптеру. Квадрокоптер прилетает, то есть нужно связаться, он прилетит и проводит в расположение частей украинских. Но только тонкое место это связаться. Могут вычислить и так далее. Поэтому, мне кажется, украинцам стоит запускать спасательные такие квадрокоптеры, которые ярко будут окрашены и которые будут как раз просто выражировать. И человек там как-то обозначился, да. И все. То есть все бойцы будут знать, что этот квадрокоптер летит там специально окрашенный для того, чтобы с его помощью можно, как по нити Ариадны, да, уйти от Минотавра. Ну, или вернее с лабиринтами, на то, что уж к тому времени. В Воронеже жену мобилизованного выгнали из маршрутки за попытку проехать бесплатно. То есть им там заявили, этим женам мобилизованным, что могут они кататься бесплатно, да. Но мы проводим операцию пилотка, так что кататься бесплатно они могут только на волосатом мотороллере. А вот на маршрутке нет, их оттуда выгоняют. Это очень смешно. Так что операцию пилотка прошу, пропагандируйте, что пока солдаты в окопах, их жен обслуживают на повысшему разряду. Так что, чтобы они не переживали за свои жен. Провластный союз. Женщина организовала на Сибирской области патриотическую акцию САЛА на фронт. Это я не шучу. Это не троллинг. Представляете, кому они САЛА-то отправляют, я не пойму. То есть, вы знаете, там бойцы такие, которые против Украины воюют, и тут им САЛА приходит. Так вот. С УКРОПом еще. САЛА с УКРОПом. Вот. И, значит, по поводу этой акции сообщают, значит, что отделения, организованные в Сдвинском и Баганском районах, можно принести один килограмм, полкилограмма. Сколько сможете? Надо туда отрезать такой 20 грамм. Ваш клад будет бесценен для наших земляков, утверждает Сдвинская газета, Сдвинская, сельский труженик. Ну, надо туда принести нормального такого САЛА, чтобы они, как этот, да, помните, кто там попал в этот, в поручик дуб, да, в этот холерный барак, вот, отправить вот такого САЛА, чтобы там продрестали, не понимаете, нормально. То есть они вот не понимают, что это можно так протролить. Украдут, как всегда, ну и то хорошо. Какая разница, кто обосрется, те, кто украл, да, воры и жулики обосрутся, или там на позициях, куда девушка провожала бойца, да. Лучшие новогодние фото вот позиционируют, да, как лучшие новогодние фото вот это. То есть я не знаю, откуда это такой солдатик, сделанный изо льда и ёлка, блядь, такая вот. Ну, как на Западе, как в Каннах, подобная ёлка в Каннах стоит, только она раз, там, я не знаю, в 100 раз, может быть, больше размером, может быть, в 150 раз больше размером, да, ну и как-то получше сделала. А вот такого бойца изо льда нигде не удосужились поставить, потому что вы же понимаете, что придёт весна во всех отношениях, и боец изо льда потечёт просто. Из него потечёт, он сам потечёт. Это Забайкалье на плакате написано, а я что-то и не посмотрел плакат, давайте глянем. А, ну, я не приближал его просто. Забайкалье, видите, как в Забайкале хорошо. Бойца надо из навоза лепить, это точно. Как в том анекдоте, помните, когда идёт мент, советский анекдот, я помню, мент идёт, и мальчик из говна что-то лепит. Он говорит, а ты что лепишь? Он говорит, милиционера леплю. Ищай, там, мальчик, я тебя запрещаю милиционеров лепить. Ладно, идёт на следующий день мальчик, что-то берёт кусочек говна и берёт там кусок глины, и всё это смешивает и лепит. Он говорит, ты кого лепишь? Он говорит, пожарного леплю. Он говорит, ну, надо говна побольше взять, чтобы пожарного-то слепить. Он говорит, нет, нельзя побольше, а то милиционер получится. Вот так это вот. А, Слава, что мне делать? От меня все отказываются из-за неподдержки СО. Ну, как что? Смотреть на них, как на идиотов, и троллить их. Вы как? Не надо с ними спорить. Надо, наоборот, говорить, молодцы, да? Блядь, надо сейчас. Давайте, собирайтесь, на войну поедем. И тащите их на войну, в военкомат всех. Я посмотрю, сразу у них поубавится прыти у многих. Пишут, у нас армии с говна и палкой нет. Армии вообще нет. Вы что же думаете, вот эти мобилизованные гражданские люди, это армия, что ли? Это не армия. Это гражданские люди, которые ходили в военную форму. Я ещё раз подчеркиваю, когда я служил на границе, то молодой приходит там, и он говорит, что такое пограничный наряд? Он говорит, это группа людей, наряженных для охраны государственных границ. Я ему говорю, что каких людей? Нет тут людей, тут пограничники. Это группа пограничников, а не людей. Пограничники – это не люди. Так и здесь. Армия – это не люди. Это солдаты, это командиры. Это не мобилизованные никакие. Мобилизованные – это не армия. Поэтому это у Путина получается. Какая-то полиция, армия. Он же дурак. Он, блядь, дня в ишой дня в армии не служил. Они не понимают, как это работает. Они думают, что может нарядить человека в форму, дать автомат. Месяц он там побегает где-то. Все, он военный, он солдат. Кой нахер солдат. Солдат от воина отличается только тем, что он уже солдат ждет приказа. Ну, воин – это общее понятие. Воин может быть не только солдат. Профессия солдат. Да, конечно. Солдат – это очень важная профессия. В современных условиях солдат должен обладать очень серьезными знаниями. То есть, наверное, высшего учебного заведения не хватит, чтобы научить солдата, настоящего, современного солдата, который должен работать на… Ну, для этого, во-первых, нужно современное оружие. А у Путина нет. С лопатой ты и так можно справиться. То есть, его как раз армия, она под его оружие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова